Александр Прошкин, талантливый советский и российский кинорежиссер. В 1953 году в школу, где учился Прошкин, за партой вернулось 6 учеников, отпущенных по амнистии с колонией. Бывшие заключенные издевались над учителями. Впоследствии впечатление отрочества режиссер использовал при съемках фильма «Холодное лето 53-го». В 1968 году Прошкин окончил высшие режиссерские курсы при Гостелерадио СССР и переехал в Москву. Обласканными на российских международных фестивалях стали картины «Русский бунт», «Живи и помни», «Искупление», фильм Прошкина «Чудо». В отличие от трех перечисленных лент, не экранизация, а попытка осмысления события, произошедшего в Куйбышеве зимой 50-х годов. Советская девушка Зоя Корноухова, решившая потанцевать с иконой Николая Угодника, окаменела на 128 дней, а затем скончалась. Любимая цитата постановщика, признающего, что совершил немало ошибок. Хорошо было бы написать мемуары, а затем прожить по ним жизнь.